Всем привет, ребятки, с вами Сильвияс. Короче, быстрый информационный видос, расскажу про обновления по трансферу и про пару вещей, которые стоит сделать до НГ. Первая тема. Если вы, скорее всего, не занимались этой хернёй, но появилась небольшая такая приколюшечка, мы тут недавно на стриме бегали в BFD, Break From Destiny, это наш батл-рояль, да, и чёрт дёрнул зайти в вопросы награды. Суть в том, что на данный момент в рейтинге есть несколько рангов, и эти ранги подразделяются, естественно, на King of War, Diamond, Silver и так далее. Так вот, в сундуке за Diamond, этот предтоповый ранг, у меня сейчас 450 кристаллов. За King of War и за топ-10 дают 500 кристаллов. Но обновление гласит, которое, кстати, разработчики нигде не анонсили, возможно, это баг, но за бронзу, за первый ранг вы будете получать 800 кристаллов, за Silver 950, за Gold 1100, за Platinum 1250, за Diamond 1400 и за King of War 1500. Я напоминаю, кристаллы будут даваться и за соло рейтинг, и за командный рейтинг, поэтому, если вы совсем не занимались этими режимами, зайдите, сыграйте пару боёв до Нового года. Сезон обновляется 1 января. Сделайте себе бронзу или позадротте, сделайте ранг выше, потому что, возможно, это не баг, а просто исправление, так как этот режим не особо популярен, и награды, которые там были, в целом смешные. Но я думаю, что 1600 кристаллов за ничего, если вы набьёте оба бронз рейтинга, вам очень неплохо сэкономят и улучшат экономику вашего аккаунта в целом. Если вы дойдёте там до Silver или Gold, в общем, решайте сами, у вас есть 3 дня, а в целом сейчас Platinum добить можно за день задротства, за 8 часов, если вы играете адекватно. Это первая тема, о которой стоит сказать. Ну, ещё раз, сразу, чтобы не было вопросов, я не знаю, реально ли они исправили количество наград, или они просто написали это. Но раньше, если вы помните на стримах у меня, за топовый ранг, за King of War и за топ-10 давалось 500 кристаллов. Сейчас награды увеличили. В сундуке, естественно, они не увеличены. Возможно, этот сезон дадут старые награды. Но ещё раз, вам ничего не стоит сыграть буквально там 5-6 боёв, набить себе бронзу и получить, ну, реально уже нормальное количество кристаллов. 1600, получается, вы получите за оба бронзовых режима. И вторая тема, не забудь забрать скин на Немезиду. Даже если у тебя её нету, по-моему, его можно выполнить. Честно говоря, не помню, как он делается, но если у вас есть Немезида, по-моему, вы заходите вот сюда и нажимаете на этот скинец, и у вас начинается синий квест, который отсылает вас в Аспирию, в Банжес и так далее. Да, этот скин будет доступен до 11 января включительно, но я знаю, у вас праздники, все вот это фигня, вы до Нового Года ничего не успеете сделать, потом у вас будет отходняк, не все будут играть в эти праздники, возможно, кто-то уедет, поэтому пока у тебя есть время, забери её. Офигенный скин, даже если у тебя нет Немки, в будущем выралишь белые вот эти вот, ну, шедевр. Сама девчонка, конечно, такое себе, но пушки класс. Ну и, конечно же, хочу напомнить тебе про гифт-паки, которые являются донатными, если ты собираешься донатить, ссылочка находится в описании, много рекламы не бывает. Здесь есть донат-паки, которые лимитированы, например, декабрьский пак, в котором, кстати, довольно жирно насыпаю за 3280 нюма, ну, намного жирнее, чем в 1980-м, но, в принципе, эти оба пака можно купить, плюс этот скин Снегурочки, который на девчонках выглядит замечательно, на пацанах выглядит очень стрёмно. Это лимитированный скин, с которым вы сможете получить не только скин, но и рамочку, нуклеусы, круточки и так далее. Короче, донать, обдоначивайся, но это лимитка. До Нового года успей купить. Это обязательно нужно решать сам. Но этого пака потом не будет, а ты будешь сныть, что у тебя нет такого скина. Мама Васи вечно что-то гонит про дом, дерево и внуков. Но Васи не до того. У него клач в компетитиве, и надо затащить любой ценой, иначе пацаны не поймут. А тут этот бессмысленный шум. И когда желание послать маму становится нестерпимым, Вася открывает фанпэй, продает пару АК-47 и посылает ее на море. Потому что маму Васи любит, а новый калаш, ну, это дело наживное. Фанпэй. Зарабатывай играючи. Ну и еще раз напомню про то, что у нас в игре скоро будут вводить трансферы, и появились новые подробности на этот счет. Если кто-то не знает и не понял про эти новости ничего, я сейчас вам это зачитаю. Первое. Когда? Функция переноса прогресса разделена на два раунда. Первый раунд переносов с 29 декабря в 6.00 по Москве для маленького числа серверов, то есть для самых малозаселенных. Второй раунд переноса 10 января в 12.00 по Москве для всех остальных серверов, которые подходят под условия переноса. Условия переноса. Пока что перенос доступен только в пределах одного региона, то есть если вы играете на Европе, вы сможете только на Европу, на Азию и так далее. Но не печальтесь, в будущем, в ближайшем будущем будет межрегиональный перенос. Это 100% конфирмит инфа. Перенос доступен только с новых серверов на старые или на те сервера, дата открытия которых одинаково. То есть, естественно, я вас всех жду на Элюпиуме, на Астору мы решили все-таки не ехать. Приезжайте. Элюпиум самый старый сервер на уровне с Асторой. Условия переноса. Для игрока. Игрок, уровень которого достиг 40 или выше, персонаж не состоит в гильдии, у персонажа нет писем на почте, получены еженедельные награды фантазмы, и персонаж в сети находится в открытом мире. Плюс прошло более 168 часов с момента последнего переноса. Это значит, что вы сможете переноситься раз в 168 часов. Ну, типа, окей. Стоимость. Игроки, зарегистрированные до 10.01.2023 года, получат бесплатную карту переноса. То есть, игроки, которые зарегались, по сути, до января, получают эту карту. Стоимость карточки будет равняться 500 Таниума. То есть, если у вас карточку просрали, следующую покупаете за 500 Таниума. Период переноса. После подтверждения завершения переноса вы не сможете зайти в игру в течение 5 минут или менее. То есть, вам надо будет подождать. Если после переноса вы видите надпись «Fail to transfer server», то вам нужно будет написать техподдержку. Замена прогресса. Также те, кто спрашивал, если у вас есть персонаж на том сервере, куда вы совершаете перенос другого персонажа, то переносимый персонаж полностью заменит с собой старого персонажа. Если вы не хотите, чтобы такое происходило, то можете сначала перенести старого персонажа на другой сервер. И имя персонажа. Если на сервере уже есть персонаж с вашим именем, то ваш персонаж будет заменен. И его имя будет изменено на Placeholder, и вы получите одну бесплатную карту смены имени. Ну, типа логично. Переносы первого раунда. Сервера Европы Andos, Futura, Lucorys и Zalumina. Их название я оставлю в описании. Доступные переносы для остальных регионов можете посмотреть сами в соответствующей новости в лаунчере. И переносы второго раунда — это все оставшиеся сервера, подходящие под условия переноса. Так что вот такие дела. У меня на этом все. Я надеюсь, вам хоть какая-то информация была полезна. Think about it, как говорится. Не забывайте про розыгрыш. Ссылочка на видос находится в описании. С вас лайк под видосом и комментарий. Разыгрываем дофига ли он промокодов с Dark Crystal. Спасибо за просмотр.